День соревновательной гимнастики С вами будем иметь возможность видеть лучших исполнителей Вот сейчас первый молодой человек Он закончил Требования к программе сегодня прежние Они не усиливают, несмотря на то, что сегодня финальный день Я вчера напоминала вам о том, что правила изменились Особенно в мужской части Самые тяжелые изменения, это что начинают судить спортсмены Так называемые базовые оценки 8,4 И мало мы увидим таких, как бы сказать, высоких добрых оценок Только потому, что слишком большие требования к программе соревнований И набрать любым спортсменам трудность до 10 баллов Это надо обладать воистину очень таким То есть нужно что-то невероятное совершить Думать и все выполнить самое главное Потому что многие вставляют сверхсложный элемент И получают большую ошибку Все Ну вот его оценка 8,3 Ну так весьма скромно мы начали Сегодняшний финальный день Посмотрим, что нам покажет следующий Евгений Карасев Следующий участник Евгений Карасев 58-й номер К сожалению, мы не увидим абсолютного чемпиона страны Антона Голодцуцкого Который накануне выиграл соревнования в абсолютном первенстве Он снялся накануне старта И не будет выступать в отдельных видах многоборья Да, ну вот первая связка была довольно заметна Это два с половиной винта И в темпе сальто вперед Сейчас опять были полтора пируэта Пируэта В общем, вот этот каскад вращательных акробатических элементов Конечно, заставляет гимнаста очень собираться И показать все свои координационные способности Потому что это действительно сложно Сейчас как бы силовая, спокойная часть Это стойка силы Ну, надо стойку поставить Включить в комбинацию только потому Потому что это является специальным требованием Вот теперь по короткой такой пробежке Они не по диагонали бегут, как привычно Но это короткая акробатика Он ее довольно чисто исполнил Я вам должна сказать, что Сегодняшний старт, так как он является первым В новом олимпийском цикле Он интерес прежде всего представляет для всех Не только нас с вами, зрители Но и для специалистов, отвечающих за подготовку сборных команд Как вы делаете срез? Ну, то, что к этому соревнованию интерес особый Тут двух дней не быть не может Потому что это самый первый такой серьезный старт После, ну, мягко будет сказано Неудачи наших гимнастов на Олимпиаде В Афинах, где впервые в истории Российской и Советской гимнастики Ни одной золотой медали наши гимнасты не завоевали Такой беспрецедентный случай И сменились, сменилось и руководство федерации Сменились и тренеры сборной Ну, естественно, мы сегодня увидим много новых гимнастов Которых прежде мы, о них практически ничего не знали Ну, это процесс естественный и процесс очень непростой Непростой, но необходимый Ну, коль сказали о смене руководства Попробуем быстренько успеть Президентом Федерации гимнастики стал заслуженный мастер спорта Заслуженный тренер Советского Союза Юрий Ивламович Титов Он же руководил 20 лет мировой гимнастикой Это говорит о том, что о большом его авторитете Плюс, естественно, понятие самой гимнастики Потому что он откорний гимнаст И направлял, развивал международную гимнастику в том ракурсе Чтобы было это интересно, зрелищно и понятно зрителю Вот сейчас мальчик выполнил акробатику Но, как вы заметили, он заступил за черту контрольную Это Дмитрий Парамонов Он представляет Приволжский федеральный округ Вот сейчас делает такой сложный, вообще гимнастический Вернее, более характерный для Канямахи элемент Такие круги на полу Представляете, там какая сила должна быть, чтобы не коснуться ногами пола При исполнении этих кругов Ну, сейчас очень красивый взнос или высокий угол Вообще, так вот, по подготовке, по классу Видно сразу почерк спортсмена и труд тренера Он его по школе гимнастической очень неплохо обучил У них требования тоже очень сложные, большие Надо показать акробатику с задним вращением, с передними вращениями, статические элементы В общем, он все на что-то способен И закончил он двойной цель в группировке Это как бы уже такой, она стандартная концовка вот такая Ну, из трех участников, которые уже выступили Дмитрий Парамонов Пока такое наилучшее, наверное, впечатление Да, приятное, приятное впечатление Пока мы его показывали Нам показывают еще раз Так у него такая гимнастическая Очень правильно Гимнастическая стать Видите, и плечевой пост хорошо развит И он какой-то очень пропорциональный Ну и еще раз нам показывают Рандат Фляк И двойной сальто Вот это такая довольно плотная группировка И он умница Он, как я говорю, соображает Потому что лучше чуть-чуть ноги в рост При приземлении, чем потерять равновесие Пока пользуюсь случаем Коль мы сказали о таком авторитетном президенте Новом для нас То не менее авторитетное окружение Нашего президента Титова Юрия Лампича Это одно имя Светланы Хоркиной По-моему, всем говорит о многом Вот она является вице-президентом Блестяще Это следующий участник Дмитрий Гоготов Представляющий Москву А начало действительно великолепное Ох, фейерверк Вы знаете, вот даже я успела немножко С Николкой переговорить А Николка является Евгений Николко является Старшим тренером мужской сборной Теперь ему Вменено в обязанности готовить К Олимпийским играм Нашу молодежь И более старшее поколение Так что ответственность ложится на его плечи Конечно, невероятная Хоть должна напомнить вам Он и испытывал нагрузку не меньшую Когда готовил Алексея Немова Этого супер-супер-гимнаста Мирового масштаба Вот я хочу продолжить мысль Он сказал, что сегодня Обратите внимание Сегодня будет много новых мальчишек И очень исполняющих Такие трудные акробатические соединения Как бы с которыми Можно уже претендовать На следующей позиции Ну что ж Дмитрий Гоготов Закончил свое выступление Ждем его оценки И завершили выступление Первая четверка Гимнастов В вольных упражнениях Всего их Выступит На этом снаряде Восемь Семь Семь участников Вообще правильно сказано Восемь Но семь Кто-то отказался Ну вот Антон Голодцузков Увы, к сожалению Мы его не увидим Поскольку Он из-за травмы Снялся соревнования Не будет выступать Итак Впереди выступление Трех Последних Участников В вольных упражнениях И Первым Сейчас Покажет Свою комбинацию Андрей Белоусов Представитель Сибирского Федерального Округа Вот он На ваших экранах Накануне Дмитрий Андрей Белоусов Занял седьмое место В борьбе за Абсолютное Первенство Ох какой молодец Обратили внимание Это не Не двойное сальто А тройное Пока Вот мы увидели Впервые С вами Уважаемые телезрители Такой архи Сложнейший Вообще Очень-очень сложный элемент И вот сейчас Он выполнил сальто Вперед согнувшись И так вот Глупо На мой взгляд Заступил за черту Коврак Как бы снял Одну десятую Со своего Исполнения А так Как мы Обратили внимание Если Коль мы говорили О статности Или соответствующей Такой фигуре Гимнастической Он отвечает Всем требованиям Очень такой Смотребельный парень Хорошо сложен Вот можно Сальто А два Сальто Назад Прогнувшись Очень много Армии Гимнастов Начинают С такого элемента Вы понимаете Что заканчивать Упражнение Всегда посложнение Дыхание нарушено Уже уставший человек А он Видите Как собрал В кулачок Всю свою силу И совершил Вот полет Замечательно Просто молодец Не зря меня предупреждали Что сегодня будет показана Хорошая акробатика У кандидатов Давайте будем называть их Кандидатов На то Чтобы Войти в сборную команду И с честью Ее там представлять Вот Сибирский оку Как приятно Что у нас Очень много Таких гимнастических Опорных пунктов По стране Это все потому Что у нас Блестящая Армия тренера И В этом плане Очень больно Почему у нас так Ну неудачно Сложилось Поступление В Афинах А напомню Что у Дмитрия Гоготова Была оценка 8,65 И вот Опережает его Сейчас Белоусов Он лидер То есть По меньшей мере Обеспечил себе Уже Бронзовую медаль Извиняюсь Опять замечательно Вот просто Я наверное буду повторяться Потому что он сделал Опять такой же Двойной Прогнувший Зальто Но В одно Из этих Сальтовых элементов Он добавил еще Вращение вокруг Вертикальной оси Это все мастерство Высшего класса Пилотажа Это Дмитрий Баркалов Тоже кстати Представитель Сибирского Округа Неприятно Просто я Не успеваешь Так все быстро идет А хотелось бы Поблагодарить И тренерский состав И всех Кто Участвует В подготовке Таких блестящих гимнастов Город Барнаул Потому что мы все Время На чемпионатах Европы Мира Правильно Потому что Если сделаем Такую полупрограмму Как бы я сказала Такую стабильненькую Чистенькую Ну и будем Где-нибудь на 22 номерах У нас же задачи Совершенно другие Гимнастика Начиная с советских Времен И Все время Старается держать Первое место Дмитрий Баркалов У нас Лидер В 8,9 Его оценка И последний Участник Александр Демин Вот вращательную гимнастику То есть акробатику Показал 2,5 винта Вперед И сальто вперед Какие-то Рослые ребята Просто Я бы сказала Породистые Просто молодцы Справляются Со своим телом Вот Меня все время Восхищает Вот такая вот Огромность Все-таки Высокий достаточно Парень И не легенький Закидывает себя Куда-то там В небеса И еще там Невероятно Что накручивает И опять приходит На ноги Ну мы уже Вознакомили Знаете как элегантно Вот он круги Отвертел Так скажем И четко Поставил точку В легком элементе Шпагат Но он поставил точку Поднял носик Голову Оттянул носочки Это как-то украсило Вот прыжок Очень просто Элегантный мальчишка Кстати Александр Демин Который представляет Уральский Федеральный округ Он накануне В борьбе за абсолютно Первенство Вот именно в вольных Упражнениях показал Самую лучшую программу У него была Единственная У единственного Оценка 9 баллов ровно Ну и прекрасно Он из Пиццеля Челябинска Тренер у него Хусаинов Поздравляем вместе И с тренером И со всем Челябинском Всех всех поклонников Гимнастики Что у вас есть Такие прекрасные гимнасты Ну два призера Нам уже известно Это Андрей Белоусов И Дмитрий Баркалов И вот сейчас Оценка Откроется Александра Демина Расставит всех На пьедестале Ну а пока мы смотрим Поптеры его выступления И два винта Это концовка Она чуть полегче Чем Вот мы перед этим Смайли посмотрели Какой замечательный Гимнаст Выполнивший Сложнейшую акробатику Ну и вот оценка Александра Демина Такая же Как и у Дмитрия Баркалова 8,9 Ну а бронзовым призером Становится Андрей Белоусов С оценкой 8,7 Следующий Вид программу Мужчин Упражнение На коне Махи И открывает Эти соревнования Юрий Тимофеев Накануне Он получил Оценку На этом снаряде 9,05 балла Ой боюсь Сбить его темп Пока он ведет Хорошо В общем я понимаю Те гимнасты Которые добрались До финала Хочется им первой Пожелать Чтобы они довели До конца Свою комбинацию И вот он вроде как Неплохо разогнался Ведет сейчас Крещение противное Которое они не любят Но это Необходимо Включить В программу Ну и все Концовка Просто Умничка Умничка 9 баллов Он предыдущий день Я думаю Он сейчас должен Не меньше 9,05 Ну я приблизительно Говорю Да Он должен Где-то в этом же Ракурсе Получить снова Ну вот смотрите Уважаемые Через зрители Смотрите Запоминайте И лица И фамилии Это вполне возможно Будущие звезды Нашей российской гимнасти Да конечно Это наша надежда Поэтому Так хочется им пожелать Гладкого выступления И чтобы у них настроение Поднялось И чтобы они как бы Не зря работают Чтобы понравился Порадовался тренер Сам гимнаст Болельщики его Города Где они готовятся Вот он кстати Тимофеев Юр Из Чебоксар Это Чувашская республика Там я всегда говорила Блестящие отношения Даже самого высокого Руководства этой республики Именно гимнастики Это так приятно слышать И то что так мало Заботятся об этом В виде спорта Который в олимпийском зачете Является тяжелой артиллерией Ну а в это же самое время В другом конце зала Начинают соревноваться Девушки В опорном прыжке Первая Выполнит Первая Выполнит свою первую попытку Ольга Чеботарева Сибирский Федеральный округ Так как они сегодня будут Разыгрывать Золотую медаль В прыжках То надо выполнить Два разных прыжка И прямо скажем Неслабые трудности Вот Светлана Хоркина Но она сегодня уже В качестве наблюдателя И болельщица За свою сестру Которая Вовсенович вчера выступала Юлечка Хоркина Итак Ольга Чеботарева Первая попытка В опорном прыжке Чисто Высоко Далеко Но не очень сложный прыжок Значит будет оценка Как бы такая посильная Но Невысокая К сожалению Вот как вы считаете Вот эту Высокую сложность Ее С какого возраста С самого Хотела сказать С дня рождения Нет конечно Это совершенно неправильно Мы как раз Обращали внимание Многие очень Тренеры Спешат Спешат Со своими Юными Гимнастами Гимнастками Давайте посмотрим На повторе Значит переворот вперед Сальто вперед Согнувшись Поворот на 180 градусов Он всего-то судится Где-то из 9,5 Поэтому Еще плюс Неточное приземление Значит будет такой прыжочек В районе 8,8 Я не знаю Вот так вот Ну а это вот Вторая участница Выполнила Свою первую попытку Это Уже Ольга Угарова Была И вот Вы обратили внимание Она конечно взялась За более сложный прыжок И вот вам Получите ошибку Сразу Так Юра Крюков На одной ручке Меняет То на ручке То на теле То круги То переходы Ну тут я не знаю Просто пулемет Держись Держись Юра На одной ручке Сколько прокрутил Этих Труднейших кругов Вот сейчас Видите Опять Всегда остановка Николай Мы с вами уже Сколько раз Это комментировали И каждый раз Как переходит В скрещение Так как бы Нарушается темп Движения Ну это Ну это нужно Сложный Сложный конечно Сложный переход И Держись Юра Ну и все Получается Стойка силы Поворот На ты что Такую глупость Это сотворила Ну это глупость Это просто Неожиданное И честно сказать Невероятное падение С этого снаряда Он даже Сам не ожидал Улыбается Провести Такую программу Даже непонятно Да что произошло Почему Это вдруг Такое случилось А вот он Немного Потерял контроль Он стал Выжимать Стойку силой Ноги Разбросаны И стал Поворот И конечно Его свело Давайте посмотрим Вот он Стойку силой На дно Переход На вторую И проскальзывает Рука Даже пальчики Не заставил Жалко Просто соскользнула Рука С тела коня Да Жалко Знаете почему Потому что Юра Должен был Получить Хорошую оценку Но не удалось Так Следующий Участник Упражнение На коне Это Борис Станогин Он попал Скажем так Из запаса Первый номер Запаса был Опять же Антон Голосуцков Абсолютный чемпион Мы уже говорили Об этом Не выступает Сегодня На отдельных Снарядах Ну Станогин Конечно Уже понятный Запас Но Во всяком случае Сопротивляется Очень так Заметно И не собирается Остаться Где-то В последних номерах В финальной группе На прыжках Провел комбинацию От начала до конца Совсем неплохо И Ну и не сильно Здорово Ну у Юрия Крюкова Оценка 8,3 Увы всего А пока Лучше Юрий Тимофеев У него оценка 9,1 Это самый первый Спортсмен Которого мы Видели Красиво Красиво Опорный прыжок Сейчас мы видели Коломенской Такая воздушность Была в ней Конечно Мы видели С вами Нечеткое приземление Чуть-чуть Смазанное было Но Она легко Забралась В высоту Мне это очень Так понравилось Вот И здесь Чуть-чуть Не справилась Вот еще раз Повтор Это первая попытка Это первая Первая Да Рандат Ляг Винт И Ну Не справляется Не удерживает Такие длинные ноги Своё огромное тело Которое развило Инерцию Большую Оценка Бориса Остоногина 8,95 Он Пока Занимает Второе место Лидирует Юрий Тимофеев Это все упражнения На конемахе Ждем Вторую попытку Дарьи Коломенской Да И дальше У нас будет Василий Дмитриев Дмитрий Васильев Вот его бы Наконец-то Постараться Увидеть Ну он уже будет В следующей Четверке Второй четверке Ну совсем завалило Совсем не разобралось В своих длинных руках Ногах Все переплелось Все перекрутилось И вот так Вот финалистка Прыжка Еще раз хочу Как-то И себя И вас Успокоить Мы с вами Сегодня наблюдаем Весь тот Резерв Запас Гимнастический Каким Располагает Страна В первом году Олимпийского цикла Конечно Это не прыжок Это просто Беда Ну мы уже С вами много раз Говорили Что в опорном прыжке Вот когда Это отдельный снаряд Здесь нужно Действительно Два прыжка Равно Два прыжка Выполнить Средне Чем один Завалить Вот тут Тактика Вместе Со своим Тренером И вообще И тактика И техника И политика Все тут вступает В силу Но прежде всего Я хочу сказать Просто эти девчонки Которые сегодня Попали Вот эти впервые Может быть На финал В прыжках Они не располагаются Хорошим вторым прыжком Еще не могут Ну и четвертая Участница Это Анна Грудко Очень хорошо Очень хорошо Когда я говорю Очень хорошо Я уже радуюсь Потому что она сделала Довольно Сложный прыжок И как бы Приземлилась на ноги А вот эти Неточные приземления Ну куда их Это редко Редко Кому удается Кто встает Четко Тот уже Протендует На золотую медаль Ну прыгнула Ну прыгнула Она Хорошо Что меня радует Какие-то Рослые девочки Все-таки Это очень так приятно Повышается Зрелищность Нравится она Вот эти какие-то Длинные ноги Длинные руки Рослая девочка А успевает Прокрутить все свои Винты Во время прыжка Ну это очень приятно Что Такие девушки Они идут В спортивную гимнастику И борются Правильно Попадают В восьмерку Сильнейших И борются За награды Высокого Достоинства Вторая попытка Анны Грудко Вот видите Как она Нервничает Все из-за Нерасторопности Судейской Я бы сказала Вот теперь Подняли зеленый флаг И она Готовится Выполнить 8,7 Десятых Получила она За первую Карандат А 180 Ну что это такое Ну это все То же самое Это не что это такое Это просто Гимнасты Не располагают Вторым прыжком И на авось А вдруг получится Знаете Такой тренировочный вариант Да нет Фокус редко Получается Ольга Угарова Пока лидирует В соревновании В опорном прыжке Ее сумма Средняя Сумма Двух прыжков Вперед И спиной Назад И все Крутит Крутит Держись Вот как Бесцветно Подними нос Кверху Все завершил парень Поставь точку Нахально Извините Такой Ну так Смело Чтобы тебя вообще Убедил Всю судейскую коллеги Который сейчас дрожит И улыбнись И думает Чего же поставить 8 0 5 Или 8 ровно А не видит Что у него лицо Расстроенное Наоборот Надо Торжествующее Должно быть Выражение лица Ну все нормально Слава богу Он провел Свою программу Это уже успех Теперь наверное Можно обратить внимание На готовящуюся Гимнастку В прыжках Там уже Выполнила Свою первую попытку Мария Колобова И сейчас Вторая ее попытка А у мужчин На коне По прежнему Лидер Юрий Тимофеев 9 и Одна десятая Балла Это пока Лучший результат Мария Колобова Это уже девочка С известным именем Она уже член сборной команды Поэтому мы вправе С вами от нее Ожидать все таки Такого Хорошего исполнения прыжка Посмотрим Это вторая у нее попытка За первую Получила 8 и 75 сотых Балла Да Ну она так Прямо скажем Как гроссмейстер Не очень сложно Но Как раз когда мы говорили Что один берется За очень сложный прыжок Другой берется За средние трудности Но сделать его Как бы в ноги Ну закажется Палка о двух концах С одной стороны Сложный прыжок Он приводит к тому Что вот мы видели Срывают прыжки А с другой стороны Слишком простой прыжок Там уже базовая оценка Невелика И тоже на многое Рассчитывать не приходится Рандат Рандат 180 Не выполняет такого требования Финальных соревнований Когда надо чередовать И не начинать упражнение Пока не закончат предыдущий Ну это в силу Всяких обстоятельств Я не знаю Это Чехирева Москвичка Ой как она Я испугался У нее прям руки Попали на Вот этот опорный прыжок На снаряд опорный Не очень четко Сейчас если мы на повторе Нам покажет Мы обратим внимание На это Я даже дрогнула Как бы она Не упала А вот теперь у нас На конемахе По-моему Тимур Кузьмин Да? Это уже Дмитрий Баркалов А так Ну так это вообще Надо на него смотреть Внимательно Баркалова Смотрите Я даже С отсчета Я сбилась Я не знаю Сколько это Он сделал На конце Коня кругов А каждый круг Потом ему уже Делает определенную Надбавку Давай-давай-давай Вот здесь ошибка Ну что ж такое Они так не могут Себя вынести Полегче В стойку Ну улыбается Или улыбается От удовольствия Или от того Что извиняется За то что он Завершил Не очень точно Я думаю что второе Второе имеет место быть Ну ничего Тогда это приятно Смотрите как он Хорошо прохаживается По коню Так И Чехирева За первое Девять Сто пятьдесят А сейчас Опа Вот шустрик Такой вот Видите Она тоненькая Маленькая Легкая Чуть-чуть выше Самого коня Виртуозная Она успевает Чехирева Похоже Будет претендовать Лидером У нас Пока Высокая оценка У нее первое Девять Больше девяти баллов Девять 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 Я успела увидеть Еще хочу сказать Почему мы успели увидеть К сожалению Мы уже с вами Перешагнули Следующий век Увидели Гимнастику Оценки показывают Самым стародеревенским Простите С выражением Способом Просто элементарной Таблицы Вот сейчас Такая интересная Ситуация На коне Выступает Наш прославленный Гимнаст Николай Крюков Чемпионом Чемпионом мира Он был А опорный прыжок Выполняет Анна Павлова Тоже один из лидеров Нашей женской Гимнастики Ну Коля Является Стабильным Финалистом Всех Всех Чемпионатов Любого ранга И Олимпиады И мира И какие-то Более высокие Там этапы Кубков Мира Признанный Коневик Признанный Такой И действительно Исполнитель Высочайшего Класса Вот Я захвалила Может быть Но Желаем ему Успеха Сейчас В зале Как бы Фонирует Музыка И у меня Такое ощущение Что он Немного попал В темп Вместе С этой музыкой И вы посмотрите Как ровно Классно Коля Молодец Чуть-чуть Тут улетел Не в ту сторону Немножечко Так сместился Ну просто Молодец Все было в его руках Потому что он выступал Последним На этом снаряде Два призера Уже известны Это Дмитрий Васильев Он пока лидер 9,3 На втором месте Пока Баркалов Дмитрий Баркалов Два Дмитрия Пока лидирует 9,2 И вот Ждем оценки Николая Крюкова И который И покажет нам Чуть-чуть Вот еще Завалился Как бы Немного Потерял направление Но Я надеюсь Что он конечно Получит Высшую оценку И станет чемпионом В своем Коронном Виде Гимнастического Многоборья Ну а сейчас Вторая попытка Анны Павловой В опорном прыжке Первая Мы ее к сожалению Не видели Но попытка Была неплохая И она получает За нее 9,3 Десятых 9,312 Сотых баллов Тысячных уже 312 тысячных баллов Это Самая пока Лучшая оценка Молодец Павлова Безусловно Победительница В этом виде Она сейчас Показала Наиболее сложный прыжок И выполнила его Не так как она Вообще Может выполнить Потому что она Умеет это делать Еще лучше Но во всяком случае Обеспечила себе На мой взгляд Первое место Ну что ж Вы ее вчера Покритиковали Может быть Ну а почему Не поругать Пошла на пользу Потому что Она неудачно выступала В первый день Во время Она не имеет права Поэтому я ее ругаю Я знаю что у нее Возможности У Васильева серебро У Баркалова Бронзовая медаль Так что Соревнования Наконец завершились А Татьяна Казанцева Сейчас Выполнит Свою первую попытку Она тоже Претендует На медаль Потому что Она во первых У нас Третий Призер Чемпионата России На Габоре Да Мы пожалуй Поспешили Объявить Анну Павлову Поведительницей Нет нет я думаю Ее трудно будет Перепрыгнуть Хотя у нее Да оценка Высокая Очень 9,35 Общая Я извиняюсь Но она прыгнула Это хорошо И споткнулась В этом мягком Мать И пошла 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 Каждый шажок Это деньги Ой простите Десятый стоит Десятый Жалко Она умеет прыгать Значит она сейчас Почему и расстроилась Очень Давайте еще раз посмотрим Мне самой интересно Где же она так Ошиблась Вот она Вращение нормально И вот видите Раз нога Второй Вылезли Как жалко Так ну теперь Пусть судя считает Все равно Она не выйдет вперед Так как она Несмотря на то Что прекрасно выполнила Но не очень трудный прыжок То есть базовая оценка Низкая 9,5 или 9,6 Вот так Из нее Из этой оценки Будут судить Да Уже делать сбавки И поэтому Уже претендовать На очень высокую оценку Невозможно Вот Света Хоркина Что-то выговаривают По-моему Ну а ее все Снимательно слушают Потому что ее Невозможно Теперь уже Большой Спортивный начальник Так правильно Мы когда сказали О том что Президент Титов То два вице-президента Светлана Хоркина И Николай Андрианов Следующий снаряд У мужчин Кольца А женщины Будут соревноваться На брусьях И первым Выполнит Свою Свою комбинацию Дмитрий Парамонов Мы его уже видели В вольных упражнениях Он нам Понравился Понравился Ну и молодец Да Вот и молодец И пришел на самый Такой силовой Снаряд Где показывается Мужская сила Красота И какая Вот этот Самолет Это по-моему Очень сложно Еще раз Как бы он говорит Вот вам Я еще и так могу Крест абсолютно четкий Прямая линия в руках Теперь сейчас будет Наримаховая часть Опа Красота Просто красота Это все Как-то мне казалось Эти элементы Уже появлялись Значительно позже К примеру Со времен Альберта Заряна Который считался Королем В упражнениях На кольцах Вот как надо Четко Абсолютно руки прямые Тело распределить Надо вдоль троса И двойной Сальто И стоять Ну что такое Ничего такое Мне немножко Это понятно Как гимнасту Они на тренировках Все время В мягкую Основу падают А здесь Надо При земле Не тренировать Тоже Ничего Вот нам Еще раз На повторе Давайте Обратим внимание Смотрите Ручища Какие Вот качаются Кольца Но он знает Когда начать Следующее движение Чтобы остановить Ошибка Да Не ошибка Но не до рта Так скажем Нет ошибочка Они могут За это снимать Но каждый гимнаст Который чуть раскачался Он знает Когда начать Следующее движение Как бы погасить Это движение Раскачивание Так Ну посмотрим Мне понравилась работа Конечно Она не на 9.7 Но Если он там Относительно набрал Трудность А вот сейчас В это время Первая участница Дарья Лизарова На брусьях Но к сожалению Она Было падение Вот она Заканчивает сейчас Свою комбинацию Свою комбинацию У нас Два больших оборота И какой соскок И двойной сальто В группировке Конечно Это уже не сложно Соскок называется Вот Но мы Так Периферическим зрением Успели Что Увидеть Что она В середине Исполнения Уже упала Стало быть Аж оценка Будет совсем Низкая И будем предполагать Что она Выпала Из игры Ну здесь Выступит Кто нас Интересует В первую очередь Это естественно Анна Павлова Которая Также будет Выступать И на брусьях И Юлия Ложечка Абсолютная Чемпионка России Накануне Она выиграла Абсолютное Первенство Да Николай Когда вы сказали Что кто нас Будет здесь Интересовать Вот я так Смотрю на протокол В общем Весьма Весьма Скромные Оценки Поэтому Даже трудно Предположить Кто же из них Сегодня станет Чемпионом на брусьях Но безусловно Мы знаем Уровень подготовки Ани Павловой Той же ложечки Которая Сумела их всех Как бы обойти И стать Чемпионкой России Восемь и девяносто пять Сотых Оценка Дмитрия Парамонова Ну такой Своебраженный Это жадность Судейская жадность Ну поставь Не девяносто пять А девять Нет Давай вот я Себя покажу Что я вот такой Спокойно сказать Девяточная работа Сразу по другому звучит Александр Калабин Следующий участник Представитель Центрального Федерального округа Начинает С силовой части Ну это наверное Норма Некоторые Пока еще Относительно свеж Вот смотрите Это что-то новенькое Для меня Во всяком случае С силой Выходит Я буду его Называть самолет У него безусловно Есть гимнастическая Термина У этого элемента Ну я знаю Так ребята Тоже называют Четкий угол Отсюда стойка силой И остановиться Выпрямить руки Большой оборот Еще большой оборот В стойку Остановиться Мертвого Как у нас существует Такое урожение И первое заднее Двойное сальто С винтом В соску Опять неплохо Честное слово Опять неплохо Я не знаю Если только вот Такие жадные Жадные судьи Когда опять будет Пять сотых Чуть-чуть Убирать Да открывайте Спокойно Девять баллов Девять одна А не восемь Девять пять Ну вы уже говорили В начале нашей программы О том что Оценки Здесь могут быть Невысокими И по той причине Что База стала сложной Низкая очень Низкая база И поэтому Классом работая Классом работая Подъем разгибом Подъем разгибом Раз оборот Второй И соскочек Стоять Ну просто Лапочка Не случайно Не случайно Вы говорили Что Алену Змею Обязательно Мы должны Показать Обязательно Должны ее Увидеть Телезрители Действительно Это очень Запоминающаяся Гимнастка Вот бывает Действительно Расстроилась Ну расстроилась Ничего Потому что она там Заметит три раза Может быть это И от радости Ну это так вот Эмоционально Гимнастка Девчонки Это всегда Очень хорошо Очень хорошее качество Когда Переживает Да Переживает И переживает Так что Не может даже Этого Скрыть Нет Ну вы представляете Что она вот Вытворяет на брусе Вот ее сейчас Подружки смотрят Ну кто же так Может Умничка Просто умничка А когда я вам скажу Что она еще и живет Так вообще понравится Она живет У нас в городе Коголым Плачет И Света ее уговаривает Света Хоркина У нее большой опыт Плакать тоже У Светы Она очень часто плакала И в звании Заслуженного Мастера Ну что ж ты плачешь Успокойся Ну ты Ничего Ничего Вот это приятно Видеть Как бы Столкновение Огромного ветерана Суперзвезды Гимнастической С начинающей Претендующей На эти звания У следующей участницы В упражнениях На кольцах На брусьях На брусьях Хоркина Но С именем Юля Хоркина Но не та Да Это Юлия Хоркина Сестра нашей Примы Так согласитесь Как она по Конституции По построению Очень похожа На свою старшую Именитую сестру И выполняет Подобные элементы Как ей трудно Я ей сочувствую Потому что Я понимаю Что ее все Всегда Сравнивают Со своей сестрой Но ей надо Дать должное Она хороший Мастер Такого Выше среднего ранга Она мастер Международного класса Она уже Член сборной команды Вот ты Ой-ой-ой Ну как же так Все замечательно Так шло И упасть Так понятно нам Что Юлия Хоркина Претендовала На участие В борьбе За медаль Ее уже здесь Не будет Опекала ее Вот Светочка Старшая сестра Ну а сейчас Внимание Наше Должно Срочно Переместиться На кольца Потому что Сейчас там Выполнит свою попытку Никто иной Как Александр Сафошкин Открытие прошлого года Когда он После работы В цирке Определенное количество лет Вышел На чемпионат России Всех Обыграл на кольцах И потом пошел На чемпионат Европы Выиграл чемпионат Европы В этом Следующий Серебряный медаль В общем Всех удивил Удивил Сейчас мы ждем Я знаю Из информации Тренера Что Мало того Он еще добавил Элементы Трудные Посмотрим То есть вот его Не совсем удачное выступление В квалификации Может быть как раз Связано с тем Что он Включил новую Свою программу Изменил В сторону Вот смотрите Силач Силач Ну что-то Что-то здесь Возвращение Одного элемента упражнение на брусьях она уже выиграла сегодня золото в опорном прыжке может разозлилась разозлилась после вчерашнего после неудачи многоборья конечно же она злая так по-хорошему злая сегодня хорошо ведет хорошо ведет держись держись вот здесь немножко загнулась но еще держит итальянские обороты ткачу вот и все приехали все значит у нас вообще не знаю может быть нас на брусьях будет борьба падений поэтому я даже теперь снова не беру ложечка еще абсолютная чемпионка россии будет выступать на брусьях а пока продолжает а вот на экране у нас ларис семена латынина приехала наблюдать и она является сейчас членом исполкома федерации гимнастики так что новые старые силы привлечены к ответственности и готовы новая старая федерация старая федерация правильно жалко конечно строение понятно павловой ну хорошо хоть еще раз порепетировала сложнейший соскок двойной сальто прогнувшись на кольцах у нас слева жарим до тимофей лазарев как сразу на легче призывающим какой-то тоненький такой после сафошкин александра но тоже умеет что-то делать вот сеть как здорово прям четко повесила легко легко себе а руки-то в кресте и юный парень молодой еще удерживаю держу себя большой оборот еще раз и соскок двойной бланш двойной сальто прогнувшись вот если учесть что на предварительном этапе у него была очень высокая оценка 9 и 5 десятых и сейчас возможность да наверняка будет претендовать на медаль то точно конечно сафошкин же уже допустил грубую ошибку это значит уже не так котирует оценка сафошкина всего 8 и 9 десятых и он с этой оценкой занимают увы лишь шестое последнее место из шести выступивших до него участников да ну а еще осталось выступить сергею харах ордину это тоже мы с нетерпением ждем да 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 его подхода на кольцах потому что он накануне в абсолютном первенстве занял третье место выиграл бронзовую медаль и очень хорошо выступал именно на кольцах вот андрей радионенко это главный тренер всей сборной команды и и над мужчинами и над женщин да полностью обновился тренерский состав сборной и состав вот показывает селефанова валерий селефанов он отвечает за сборную юниорскую команду у мальчиков и так сергей на харах ордин именно он может лишить золото в этом виде программы тимофея лазарева последний участник дрожит нос очень им очень трудно силовую часть проводить уж он достаточно высокий но сильно сильно безусловно парень это силовую часть осторожно продумано я как бы стал прям не бешабашно так чувствуется напряженный понимает что он может сделать хорошо и должен сделать так все переходит уже другой части комбинации соскок тройное держаться тройное сайта дорогие поклонники насти обратите внимание вот какие у нас есть заделы какие из нас есть гимнасты в перспективе конечно они готовы как бы выиграть занят от воевать наши потерянные позиции вот мне кажется все таки но не должен уходить с таким расстроенным лицом но тоже не артист выразилить себя улыбнись на суде же это тоже но производит впечатление что говорили соревнований самого высокого уровня вот когда сам гимнаст но не может он скрыть то что он недоволен это ошибка то большая правда при приземлении но я не знаю как жестоко сейчас его за это накажет но в принципе вроде как такая установка что какой бы ты сложнейший элемент него выполнял надо выполнять четко допустил ошибку наказан вот какая беда да похоже что тимофей лазарев сохранить за собой первенство и оценка сергей на хорохорде на будет 9 и 3 десятых и таким образом он выигрывать серебро а чемпионом победителем становится тимофей лазарев с очень хорошей оценкой 9 и 5 десятых балла ну а павлова лидирует несмотря на падение она набрала оценку 8 и 7 десятых балла она пока первое осталось выступить последней участницы юлии ложечка абсолютные чемпионки россии этого года да ну ложечка надо сделать удержать мнение о том что ты лучшая гимнастка россия 2005 года хорошо два штальдера перелет качева перелет на нижнюю жердь очень сухонькая легенькая длинненькая размашистая это значит амплитудная работа сети как она легко и боюсь ее похвалить и это сложнейший элемент с поворотом на 108 за счет перелет чуть-чуть не доходит до стоечки еще лучше о как трудный неприятный такой соскок из уложенной точки до из не набирается инерция какая-то наоборот гасится и как бы с остановки надо сделать из 5 сальто назад группировки но она справилась она справилась она просто замечательно справилась я думаю что она будет первое да вот та тенденция о которой вы говорили что появляются гимнастские дорослые ройные высокие изящные вот как раз это уже хоркин и же как бы такую модель задала задала какую-то моду можно сказать в этом смысле да и наверняка мы уже можем сейчас с уверенностью сказать что нет вот вы знаете у кокаревой у 9 301 8 посолю 9 и 397 тысячных баллов это пока самая высокая оценка но вот посмотрим на сумеет ли ее обойти на юлия ложечка 9 и 2 10 12 тысячных балла оценка ложечка и она с этой оценкой занимает второе место победительница становится елена кокарева мы можем показать вам фрагменты ее победного выступления и сумма ее 9 и 397 тысячных балла ее золотая медаль денис ульгин исполняет первый прыжок как объявил информатор но он сделал двойной винт приземление как мы заметили ошибкой и плюс очень близко он приземлился коню значит опять же не будем рассчитывать с вами на большой оценку и так мужчины сейчас пришли и выполнять будет опорный прыжок а девушки будут соревноваться на самом коварном снаряде бревне продолжается на финальное соревнование на кубок россии в один на отдельных снарядах в отдельных видах многоборья уже разыграны 5 комплектов наград 5 обладателей кубка уже известны мы уже о них рассказали и вот сейчас определяется лучшие в опорном прыжке и лучшие гимнастское упражнение на бревне ну коль мы видели с вами исполнение дениса 9 и двадцать пять сотых у 1 получает заявка прямо скажем давайте посмотрим ее 2 его второй прыжок все таки потому что оценка очень неплохая но вот опять же второй прыжок как он будет и два винта и вот те пожалуйста руки ноги все оказалось на в одновременно на мате это значит ошибка полпять то есть та же проблема что и у девушек второй прыжок второй прыжок где же он на бревне сейчас 2 участница екатерина кромаренко из санкт-петербурга вот когда я вижу на юных гимнастов смотрю на них то мне настроение поднимается потому что во первых их достаточно много здесь сегодня и естественно любая юная гимнастка она превосходит в трудности как правило более опытного гимнаста то же чем же ей пройти вперед только удивить сложностью или какой-то еще момент она выбирает с тренером вот эта девочка как раз принадлежит к той категории который дерзает но сейчас видите падает уже упадает и дружка даже маленькая не понимает что все равно на пол балла намотался и все-таки упал вот понимаете но характер в осмотр рассматривается характер вот есть сказано надо держаться на понимать что надо держаться но досадно конечно в одном сальто держала старого упала и соединение не получилось да сразу же сразу же большие минусы заволновалась да конечно она уже сейчас выше выберут 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 из коллеги до екатерина крымаренко завершила свое выступление на бревне а мы уже вновь на напорном прыжке и июри крюков но на первая попытка он сегодня не сходит у нас экрана потому что ну во первых он действительно достойный гимнаст и как бы на всех фуналах участвует рандат фляк и два винта вот мощь и сила вот этот прыжок вот даже просто вот не вдумываясь ни во что наверно мы с вами наблюдаем и нам нравится высоко далеко потому что мы еще два раза повернулся сейчас еще раз смотрим рандат на полу ручки на коня один винт второй винт и встал не встал ну так на это не бывает чтобы все получилось идеально получается значит уже чемпион а если что то не получается еще тренируйся ну и алена змеу который мы уже увидели с вами в упражнении на брусьях и она нам очень приглянулась очень понравилось и своим выступлением и таким своим критическим отношением к себе самой и ожидания просто нас действительно потрясли но вот сейчас надо забыть уже обо всех неудачах ну конечно неудачи нельзя назвать ее выступление на брусьях она чуть не дотянула до бронзовой медали сейчас она выступает в финале на бревне давайте посмотрим об сложный прыжок со смены ног шпагат до поворот на 180 летит вот хорошо сейчас прямо просматривается насколько она коварно узкая длинная 10 сантиметров ширина и 6 метров длина и с эти 1 сальто 2 сальто это уже с поворотом или арабской сальто вот показывает вам как ножки надо ставить уместить на этих 10 сантиметров и сейчас оттолкнуться и сделать сальто с поворотом молодец молодец николай вы помогаете мне когда молодец я волнуюсь тоже это элемент очень рискованный прыжковая часть от кольцо это серия гимнастическая прыжковая но она ее выбрала не самую легкую вот это как раз просматривается почерк перспективы такой перспективный гимнастки с которой надо разговаривать уже не на ты умница купальник такой себе придумала ланж на одну ногу на цепкой как кошка вот не хочет расставаться с этим снарядом вздохни вздохни алена рандат фляг и двойной сальто приправьте что ну что ж поаплодируем и вместе со зрителями спасибо действительно есть такие гимнастки которые вот появится она и запомнится запомнится всем нам потому что действительно она и характер у нее очень интересный и выступала она и на брусьях и на бревне так что сразу же видно что это будущее нашей гимнастики надежда все у нее замечательные и фамилия у него оригинальная змеу запомните пожалуйста вторая попытка крюкова ну довольно легко довольно легко но тоже так где-то в районе девяточкин должен заработать 9 и 3 он получает среднюю оценку его окончательная оценка и с этой оценкой он становится лидером юрий крюков сейчас на верхней строчке правда выступила пока всего два участника и вот третий это валерий ваньков представители сибирского округа как жалко то хотел сказать вот он взялся сразу за а прыжок гораздо труднее чем выполнял тут же крюков почему крюков нам показывал с рандата прыжки а с прямого разбега сами понимаете как вытолкнуться с ног взлететь в общем это посмотрите с ног и два винта и вот здесь но это просто жалобная книга на шо ж такое тут такие сильные ноги такой сильный парень но на бревне сейчас следующая участница это алена сосновцева москвичка у москвичка должна особая ответственность на не то что в основном зритель то московский соревнования проходят дома дома и стены помогают а с другой стороны и дрожать и симпатичные и такие уже манерные уже вот не какая такая вот дева скромница она прям уже и хочет умеет повоображать после того как вот гадость такой трудный надо же сделать сосредоточиться лучше надо чтобы не потерять стоять стоять так быстренько поправила себя на привела в чувство на этом бревне стоять стоять боже сколько сейчас за него болеет начиная с тренера бабушки мамы папы и здесь поклонники сидящие в зале а сама себе на уме это все для нее мало и надо быть составе сборной команды и не меньше стоять лапочка молодец вот представительница московской гимнастики как приятно видеть что у нас есть и москве прекрасные резервы ну что ж мы видели гимнасток и на бревне пока очень они неплохо выступали а ведь впереди еще четверка лидеров нашей сегодняшней гимнастики это елена замолочекова юлия ложечка анна павлова и людмила ежова а в опорном прыжке по прежнему пока впереди юрий крюков 9 и 3 десятых балла его оценка но в основном 225 вот сейчас объявили нам оценку и алены змеу так а вот мы сейчас смотрели прыжок кузьмина я хотела сказать такое что приблизительно они все одинаковые прыжки то прыгают но вот удается далеко не каждому там винты прокручивает и не очень низкая начинает долго повороты совершает поэтому нечетко пить высоты не хватает хватает до но и вот лидеры упражнениях на бревне и двукратно олимпийская чемпионка елена замолочекова сейчас на ваших экранах повзрослевшие и уже какой-то даже немного у нее другой стиль стиль работы уверенность как бы я сказала ей было присуще всегда гимнастка если берется то делать но бревно непредсказуемый снаряд никогда его нельзя спрогнозировать вот это вот всю комбинацию что она сейчас показалось некоторыми ошибками в каком плане тоже это она претендует на комбинационной серийное исполнение чуть-чуть были недоворотики или что-то не слитно что-то долго собирается вот это трудный конечно элемент очень трудный надо его выбрать и выполнить как можно чаще четче чтобы получить надбавку мне кажется это удалось ей да жалко обидно вроде все провела и вот в приземлении но я знаю немножко побаливала ножка может быть она из-за этого ее подстраховывала и получилось ну давайте посмотрим что почему не получилось ну да во-первых соскользнула нога с опоры это я заметил сейчас вот на повторе и это стало причиной вот падение надежды масленникова тренер гимнастки успокаивает ее да действительно все хорошо было до самого до последней до приземления секунды последняя секунда вот оказалась неудачной антон лобачёв готовится к исполнению прыжка рандат фляг и два винта этот вот то недолет то перелет этот очень лихо легко пробежался но не смог погасить скорость чтобы обеспечить приземление четко а так все он по ходу очень даже неплохо вот рандат четкий руки поставлены на коня два винта и вот здесь его потащила сильно назад но пока у у девушек алена змео лидирует 9 225 тысячных балла у нее оценки за молочекой пока нет а вот следующая участница тоже нас очень интересует это юлия ложечка абсолютная чемпионка россии выполнить свою комбинацию на бревне 9 и 3 десятых окончательная оценка лобачёва он сравнялся по количеству баллов с крюковым приходится юлии ждать потому что оценки пока нет да пока не откроет оценку предыдущего все она начал упражнение до 8 из 75 тысяч не высокая оценка в замолочековой это 0 75 тысяч надо сильно проще представить что это 8 и одна десятая так чуть-чуть там вот и результат падения давайте посмотрим понаблюдаем за июле а вот немножко так необыкновенно она сделала прыжок и как правило мы на две ноги приземляемся она на одну ногу сразу на порядок трудность повышается от элемента это кропатическая связка такой прям шнурочек и вот так себя надо удержать в плоскости десяти сантиметровые понимаете до самой макушке вот чуть теряешь направление вот молодец это сложнейший элемент просто пока молодец знаете не напоминает она вам хоркину постели я вот как раз она как подражает хотел сказать еще когда она на брусьях выступала да это неплохо потому что каждый гимнастка какого-то себе выбирает кумира и старается быть похожий на него стой умница у наверно пожалуй самая сложная в техническом отношении была программа да да сложная и его она выполнила очень достойно очень достойно и вообще нам не показалось что она здесь старается нас всех с вами убедить что она не случайно чемпионка брусья на пришла прошла хорошо бревно на брусьях а бревном может и за золото побороться конечно конечно на бревне осталось выступить еще 22 участницам самым пожалуй именитым сегодняшний день работать на бревне это во-первых людмила ежова который на всех чемпионатах мира олимпийских играх в основном подключается команде упражнениях на бревне и и она павлова еще она павлова но они уже все сказали на опорном прыжке сейчас александр демин выполнить свою попытку даже очень он хорошо выполнил свой пропыт попытку на прыжках там по-прежнему в опорном прыжке два лидера крюков и лобачев по 9 и 3 десятых у них оценка но показали на маню павлу но еще пока рановато потому что не выведена оценка да это очень важный момент соревнований на бревне оценка юлии ложечка он важен для нее для павловой для ежовой и для нас с вами потому что от этого очень много зависит все руку подняла аня упражнение началось немножко так хитро на это обыграла хоть это было опасно уже на чуть-чуть терял равновесие нас правило сегодня другой большой искусство нивелировать ваша свою неточность или ошибку правильно это вот уже мастерство такое профессиональное когда можно скрыть суметь сообразить хорошие прыжки 5 специальных требований присутствует на этом снаряде гимнастка должна их все выполнить но вот я так уже напоминаю вам вот эти прыжки и повороты серии гимнастические элементы близких бревну вот все на это уже показала нам вот она завершила свою программу теперь остался только с к соскок рандат флягает вас как раз во время выступления анны павловой по стадиону объявили оценку юлии ложечка 9 и 35 сотых балла и вот интересно насколько она сосредоточена вот слышала наша края муха что лидером стала ложечка и ее оценку ну она хорошо провела они и может претендовать а сейчас у нас выполнил неплохо прыжок анатолий васильев а кстати вот прыжок демина который мы видели у него такая же оценка как у ложечка 9 и 35 и он также становится лидером перед ним в опорном прыжке до страсти разгорающим интрига только нарастает вот теперь осталось на бревне только людмила ежова вот пожалуйста 9 и 4 за первый прыжок получает я думаю сейчас у павловой может быть ошибка выше чем у ложечка думаете все-таки выше может может быть я не не беру очень интересный до момент сейчас мы и пока нам оценку ложечка вот выставляет суде я смотрю 9 300 25 на 25 сотых меньше чем у юли ложечка значит ложечка остается на первом пока месте но впереди кижов от ну молодец и второй прыжок он так успешно выполнил 1 у него был 9 и 4 десятых он может стать лидером все я поэтому и говорю что опять же не просто лидером а чемпион победителем потому что он последний прекрасно молодец анатолий по молодец просто так это значит открылась оценка 9 325 это оценка ложечка ей почему-то двадцать пять тысяч сняли изменили ее оценку а вот оценка павлова пока мы еще не знаем я боюсь как бы это не занялась судейская бригада арифметикой так ну вот с оценками какая-то небольшая путаница людмила ежова на бревне я начала говорить что она у нас очень такая стабильная участница всех крупных соревнований за сборную команду страны именно в этом коварном виде многоборья как-то принято что она умеет на нем твердо стоять исполнять и получать высокие оценки потому что она является неоднократным призером и чемпионата мира и очень других таких больших соревнований заслуженный мастер спорта москвичка динамовка постепенно все вспоминаю но вот такая она сейчас международные правила позволяют выступать спортсмену на одном двух трех не обязательно на всех да увы таким и даже таким не всегда удается удержаться на бревне мы еще не они нам не показали оценку по моему вот павловой открывает оценку я просто сразу хочу узнать кто же станет первым а павлова не не опережает ложечка более того она проигрывает и алене змеу 9 и 188 тысячных оценка павловой ну и наверное уже можно сказать что ложечка побеждает поскольку вот еще одна ошибка и было падение у людмилы ежовой она расстроена не получилось у нее удивить народ снова выйти на один снаряд и получить золотой медаль уйти и что очень интересно алена змеу который нам так понравилось и на брусьях и на бревне она выигрывает серебро в итоге на бревне на этом самом таком непредсказуемом снаряде опережая и в итоге анну павлову ну осталось еще напомнить что васильев анатолий васильев который выступал последним в опорном прыжке в итоге становится победителем с результатом 9 и 4 десятых ну как и ожидалось оценка людмилы ежовой невысокая всего 8 и 3 десятых и в итоге не вид программы у женщин соревнования вольных упражнений открывает их елена кокарева которая выиграла уже сегодня одну золотую награду упражнение на брусьях ну правда мы уже видели что в первой линии она допустила ошибку вышли за черту говра знаете какая хорошенькая видите руками что-то вытворяет но сама дышит дышит потому что надо собраться на акробатику и не на маленькую рандат фляг два винта или даже и вот этот поворот на тысячу 20 градусов 1080 вот так получается градусов я представляю какие было непросто потому что победу на соревнованиях на брусьях где она выиграла золото конечно надо было пережить да это такое у него как адреналин то был что надо видно что она так сказать настолько возбуждена но еще в себя не может прийти после того что она от головокружить на успеха до выиграла брусья обыграла таких соперниц как анну павлову как юлию ложечка это дорогого стоит но и конечно и было сейчас непросто вообще в гимнастике непросто а малышам совсем не просто с одной стороны а с другой стороны как же она должна все показать чему она научилась ее же еле удержали внизу а у мужчин следующий снаряд это брусья и вот готовится выполнить свою программу на этом снаряде юрий крюков очень долго он готовится конечно существует ограничение в подготовке к снаряду 30 секунд но я думаю что здесь он перебирает и как бы этим сегодня судьи не наказывают спортсмена но с юрием крюковым крюковым мы уже достаточно хорошо знакомы и сейчас посмотрим на что он способен в упражнениях на брусьях большой перелет упор ноги врозь поворот сальто нет поворот стойка на одной черде сальто вперед вот это вот сейчас серии конечно это все очень сложно и хотелось бы чуть больше легкости элегантности это сальто согнувший соскок довольно короткой комбинации вообще на брусьях у мужчин очень коротко проходит программа это связаны с разом вот я иногда нет они как-то успевают в это короткий промежуток времени выполнить все специальные необходимые требования показать все что он умеет делать но я вспоминаю вот комбинации чемпионов они все-таки заметно длиннее и ну конечно по изяществу они гораздо выше ну а на вольных упражнениях сейчас мы увидим Анну Павлову оценка у Елены Кокаревой невысокая даже меньше чем восемь баллов если точно семь девятьсот тридцать восемь тысячных но Кокарева уже выиграла один снаряд также кстати как впрочем и Анна Павлова которая победила сегодня в опорном прыжке то есть она может побороться и за второе золото удержалась сейчас молодец потому что двойной бланш это очень сложно опять приземление ошибки у меня такое ощущение что она все-таки не в той форме спортивной в которой надо выходить на чемпионат такие ответственные чемпионаты каким является чемпионат россии молодец конечно ошибку опять же увидели заступ ну как бы слава богу все сделано это уже успех она Павлова третья участница в вольных упражнениях и вот сейчас ее оценка она будет своеобразным таким ориентиром для всех остальных участниц в частности для Елены Замолочиковой Юлии ложечка чьи вольные упражнения мы тоже увидим увидим сегодня позднее на брусьях оценку 8 и 95 сотых балла это пока лучшая оценка на брусьях на брусьях глаза разбегаются но надо выбирать выбирать кого показывать нам в первую очередь ну неудачно у него было выступление поэтому небольшая потеря даже если мы не успели ирина исаева она представляет приволжский федеральный округ и она как бы первой запасной была поскольку отказалась из-за травмы выступать Наталья Зиганчина она заменила ее ну давайте понаблюдаем за вольными этой юной гимнастки да очень юной она 90-го года рождения из Чебоксар тренирует ее Мишина и Фонкина ну мне очень нравится когда я называю Чебоксары мне нравится что там есть и хорошие мальчишки и хорошие девочки и кроме успеха им я ничего не могу пожелать 90-й год крайний возраст который имеет право выступать на Олимпийских играх 2008 года это 92-й год рождения то есть 16 лет так что у нее самый такой удачный год рождения для Олимпиады 2008 и время есть еще себя подправить подучиться набраться опыта и вот может быть мы и увидим эту девочку уже совсем в лучших номерах пока у меня такое ощущение что вот ее выпустили на эту площадку на которой даже с ее ростом ей все равно было тесно она едва умещалась в этих рамках плюс она такая вот ребенок что ли девчонку вот хочется так много бегом быстрее не сдохнуть лишь бы сделать вот ну такой же разумности не хватает вот уже человек постарше становится он соображает что можно упасть можно ошибиться а следующий участник упражнениях на брусьях это Юрий Рязанов он сделал сложный элемент сальто над жердями выход стойку поворот на концах и таким длинным прыжком вышел в упор ноги в рост и далее серия поворотов стойки конечно это все очень трудно видите он все время как-то мастится пристраивается ну а здесь уже устала говорить ну не могут встать с брусьев мертвы Юрий Рязанов ведь сейчас в современной гимнастике вот эта чистота исполнений ну это все определяет она колоссальную роль играет да именно чистота исполнения при исполнении сложных элементов не умеешь не берись вот такой лозунг а уж если взялся потому что можно сделать действительно сложный соскок но если сделать его неудачно то никакого от этого успеха не от этой сложности радости мало но вы знаете что еще такая существует вот где ж тогда пробовать где рисковать мы говорим что чемпионат россии это очень ответственный старт а дальше это еще страшнее значит вот я еще раз повторяю и возвращаю вас к той мысли что сейчас мы только начинаем новое четырехлетие поэтому пусть Дмитрий Баркалов сибиряк который уже себя очень неплохо проявил здесь на чемпионате и на кубке россии вот он выполняет комбинацию на брусьях так легкости сразу не хватает чистоты не хватает хотя из добрых пожеланий потому что коль он такой у нас многоборец уже мы почувствовали что он может работать в гимнастике вот здесь как-то тяжеловато конечно с таким исполнением на высокую оценку очень трудно рассчитывать я беру уровень не сегодняшнего вот здесь вот выступающих среди своих соперников а просто коль ты такой хороший ты потенциально хороший гимнаст очень надо уделить внимание много к чистоте исполнения а сейчас у нас надежда чехирева москвичка выполняет вольные упражнения да да ох какая высота вы видите вот с чем она толкается говорят там вот и у нее какие-то мышцы у нее отсутствие всякого всякого а как она взвела себя вверх когда исполняла двойной твист просто умница так молодец молодец пока воображай кокетничай но не задохнись помню что это всю эту водичку пока делаешь вот вам пожалуйста и так она может ножками и ручками и моськой все при ней все вот ой как ей нравится вздохнуть надо вздохнуть и рассчитать свои силы рандат фляк ух ты два с половиной винта еще ну чуть 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 даже сейчас накажут но она же уже умеет так этот поворот надо было чуть довернуться ну кстати она нигде не вздыхает она просто невероятный мотор молодец ну умничка чехирева москва первомайский район я знаю район это в старом измерении москвы но там школа замечательная специализированная школа теперь она под номером 51 и тренерский состав очень хороший ну что ж тоже она себя прекрасно проявила в вольных упражнениях и обязательно запомнится нашим телезрителям и всем любителям гимнастики ну а я напомню что многих участников сегодняшнего кубка России и чемпионата России мы увидим на главных стартах этого года это чемпионат Европы который будет летом в Венгрии да и чемпионат мира который пройдет осенью в Австралии да в такой далекой стране но потому что там очень сейчас стала мощная гимнастика и не случайно туда забрался чемпионат мира это очень важно и интересное соревнование безумно вот сейчас мы видим на экране Игорь Иванович Титов рядом сидит с Виктором Николаевичем Гавриченковым тот который отвечает за подготовку женской сборной и следом была Любовь Бурда Андрианова она здесь главная судья соревнований в женской части а сама является еще плюс вице-президентом Международного технического комитета в общем столько титулов что я даже не успеваю высказать в вольных упражнениях у нас по-прежнему лидирует Анна Павлова не самый высокий балл у нее но тем не менее достаточно для первого места 8 775 тысячных и Юлия Ложечка которая также уже здесь выиграла золото в сегодняшних соревнованиях вот какая молодец а стопор взвивается вверх выполняет два группы ровных сальто и опять на ножке легко и непринужденно умница может не надо хвалить за нее болею стоять чуть-чуть назад топнул ну ладно одну десятую я вредный судья полторы десяток с ними все эти какие у нее ножище длинные руки длинные ну просто молодец мне скажешь мама с папой молодец что такую девочку красивую создали прыжки хорошие ну можно поспорить о музыкальном сопровождении ну как говорится о вкусах не спорят но во всяком случае ее можно украсить лучше ну это для нее ерунда я вам скажу что она сейчас сделала то есть вы считаете что может быть более такая музыка соответствующая ее темпераменту и ее возможности почему я не очень уверена потому что может быть это сегодня считается очень модной но я не понимаю вот это вот ржавым гвоздем по ну это уже чересчур критично ну я тоже с вами согласен она такая тоненькая такая красивая ну дай ей соответствующую мелодию ну не надо вот набрала на это ерунды на ошибках ерундовых ошибок я и хотела сказать да заступ это вполне можно миновать не очень четкое приземление опять можно убрать но потенциальность такая хорошая я уверена что музыку и поменяют надо выбрать такое музыкальное сопровождение что вот мы сидим беседуем началась музыка и мы сразу повернули да сразу же обо всем другом забыли а здесь хочется выключить быстрее у меня ощущения ну и что ж давайте посмотрим Николая Крюкова нашего прославленного гимнаста который предпоследний участник выступлений на брусьях мне очень нравится рекомендация прославленной я вообще считаю он образец в отношении к труду к тренировке какой-то такой интеллигентный гимнаст ну честно не ошибайся Коля я тебя хвалю а ты чуть-чуть пытаешься куда-то в сторону идти это воронежская вообще школа замечательная воронежская школа концовка какая прекрасная самый по-моему идеальный соскок который сегодня мы видели и не только на брусьях на всех снарядах так ну ложечка что-то еще не открыли оценку значит трудятся а сейчас мы смотрим а пока кстати самая высокая оценка в вольных упражнениях это девять и пять сотых баллов получила ее Надежда Чехирева чьим выступлением мы так восторгались и так ее хвалили она пока лидер но вот оценка оценка ложечка пока не появилась ну я думаю где-нибудь в районе девяточки это хоть набрало бы ну что ж там шесть судей товарищи шесть женщин самое главное и завершает женские соревнования наша замечательная гимнастка Елена Замолодчикова чемпион олимпийская чемпионка кстати в этом в виде программы олимпиады в Сиднее замечательная и самая титулованная потому что Светлана Хоркина ушла теперь она самая титулованная гимнастка и одно что стоит одно название двухкратная олимпийская чемпионка ну вы то это знаете лучше многих ну все это знают и я очень рада поскольку вы тоже двукратная олимпийская чемпионка но разные вещи все равно это молодец вот что такое взрослость уже да уже чувство ритма музыки какой-то шарм присутствует танцует она такая вот приятно ну это она довольно так играюще сделала в общем-то уже довольно не сложную кроватьку а ты молодец какая Джексону здесь делать нечего конечно мы по-всякому умеем нечего и ну что ж так ножки сдаются а ну как это так честно скажу вам близко-близко было счастье у нее в самом конце программы И, к сожалению, вот такие вот оценки, как 9, 0, 5, 8, 8, они могут действительно быть уже призовыми. Ну и последний участник в упражнениях на брусьях Анатолий Васильев, а Николай Крюков пока лидер, у него оценка 9,2, лучшая пока оценка. Молодец, Николай Крюков здесь уже запустил, к сожалению, ошибку Анатолий. Вот я одна задумываюсь, они все вместе тренируются, все рядом, и вот какой-то, мне кажется, жадности не хватает, такой спортивной, ну ты смотришь на Колю, ну рядом с тобой был Алексей Немов столько лет, ну учитесь, дерзайте, трудитесь, вот чуть-чуть взял, рискуете, но чего-то вот этого чуть-чуть нигде не хватает. А в результате получается не тот результат. Ну вот оценка Юлии ложечка, как ни странно, очень низкая, что-то там судьи обнаружили такое, 8,275 тысячных баллов. Заморожили, трудно, значит, недостаточно. И вот осталось дождаться только оценку Елены Замолотчиковой, сумеет ли она обойти. Нет, я думаю, не сумеет обойти. Вряд ли, да, потому что вот эта ошибка. Оценка Юлии ложечка всего 8,275 тысячных баллов, но тут явно недостаток сложности был. И Замолотчикова из-за вот этой ошибки в конце тоже оценка всего 8,313 тысячных. Таким образом, неожиданно побеждает, ну и вполне заслуженно побеждает Надежда Чехирева, москвичка, с результатом 9,05 балла. Серебро у Ксении Афанасьевой и бронзовая медаль в вольных упражнениях у Анны Павловой. Ну а у мужчин, как и ожидалось, победил Николай Крюков, аксанка 9,2, его однофамилия с Юрием Крюков на втором месте. А Анатолий Васильев, чью комбинацию на брусьях мы видели, вот последний, он в итоге завоевывает бронзовую награду. Первый участник, это уже знакомый нам Юрий Тимофеев. Ну на перегладине надо им выполнить очень много, вот продев двумя, это в обязательном порядке, как специальные требования, как элемент близкий к перегладине, обороты в обратном хвате. Вот он сейчас изощряется, как раз стойки на кистях, как бы переходами совершает повороты, продев. Что-то он никак не отрывается-то у нас на какой-либо перелет. Перелетов что-то совсем нет. Ну, наверное, так построил или боится. Зачем отрываться от перегладины? Лучше так сделать. Ну, отрываться, конечно, страшно, но нужно. Ну, красиво. Но, к сожалению, я вот такой комментарий слышала от судей международной категории Валерия Кирдемеледи, который мне сказал, к сожалению, сейчас перелеты не так ценятся. Наверное, потому что, во-первых, наши гимнасты являются в этом плане лидирующими. Они не только один-два перелета, они шквал этих перелетов, целую серию. А выиграл, помню, финн гимнаст из Финляндии, который прибудительно вот так, осторожно. На мой, как я измеряю, вот эта осторожность, это особенно не отрывается от грифа. Дело в том, что перелет – это красота. Очень красиво. Очень эффектно выглядит. Ну, и сильно рискованно. То, что делал Алексей Немов на Олимпиаде. Вот, это задыхались все от счастья. Люди просто зрители строили обструкцию, судьям. Правильно сделали. Потому что, как он летал, он действительно просто летал там. Он, по-моему, так, по ходу, он забыл, что он на переглане работает. Да. Он все время где-то у нас там был в верхах-верхах, под небесами. Следующий участник – Борис Станогин. Ну, вот, пока нет оценки Юрия Тимофеева. То есть, вы здесь не согласны с тем, что… Они вот убирают вот это, не поощряют, так бы правильнее сказать, не поощряют количество перелетов, особенно прямых соединений. Что такое прямое соединение? Один перелет, и следом второй, третий. Потому что можно сделать тоже три перелета, но это с разбавлением. Перелетел – большой оборотик. Перелетел – еще что-нибудь такое сотворил. А вот как Немов, которые в памяти у всех, потому что эти кадры обошли весь мир неоднократно, после которых весь зал стоял и не давал продолжать соревнования, вот это очень интересно. И зачем так консервативно относится мужской технический комитет, который не поощряет? Восемь и две десятых получает Юрий Тимофеев. Вот я, конечно, боюсь ошибиться, но вот мне кажется, что отсутствие перелетов здесь вот сыграло отрицательную, мне кажется, роль. Конечно, на душе это совсем резкое было. Да, потому что это уже, как говорится, бросалось в глаза. Да, 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 правильно. Это уже какой-то был своеобразный чуть ли не вызов. Вчерашнюю дню, мне показалось, было упражнением. Вчерашним днём. А вот как они все вот касать вот и не мог. Ну что ж так они плохо складываются, что ли? Вот этот элемент противный. Почему? Потому что надо просто продеть между рук вот ноги прямые. И как бы либо рук не хватает, либо складки не хватает. Но человек допускает ошибку и вот, и с себя срывает со снаряда. Вот один раз это ему удалось. Борис Тоногин вернулся на перекладину, продолжает упражнение. Но ошибка это, конечно, очень серьезная. Нет, она уже осталась ошибкой, её никто не поправит. Поэтому он сейчас должен спокойно завершить так, спокойно, свою комбинацию. Ну вот и всё. Как бы не претендуя уже ни на что. Да, после такого падения, конечно, претендовать на что-то серьезное невозможно. Ну вот следующий участник, его выступление мы ждём с большим интересом. Это Сергей Харахоркин. Харахордин. Харахордин, да. Занял третье место в абсолютном первенстве. В многоборье он был бронзовым призёром. Ну и здесь уже сегодня он выступал. Мы видели его комбинацию на кольцах. Да, извините, Николаевна. Повторю, что этих ребят, победителей сегодняшних соревнований, мы, безусловно, увидим и на чемпионате Европы в Венгрии, на чемпионате мира. Это главное соревнование этого года. И они уже должны в течение этого года заявить о себе, что называется, в полный голос. Да, это важное выступление очень. Вот на первом году важно, что мы способны будем показать. Поэтому измеряется всё международное направление или отношение и судейского большого корпуса международного. способна ли российская гимнастика занять свои позиции. Вот этим сейчас занимается весь новый штаб, руководящий состав, тренерский состав и сами гимнасты. И вообще, я считаю, что нам очень повезло поклонникам гимнастики, которые сегодня имеют возможность посмотреть этот чемпионат. Потому что мы с вами самые первые выберем себе, во-первых, любимых гимнастов. И будем за ними следить и желать им гладкой дорожки. Всё внимание к Сергею Харахордину. Вот посмотрим, что он. Вот он уже. Ой, какой сложный перелёт. Молодец просто. И вот эту гадость. Ой, простите, этот элемент обязательно он сдел... Ах, сейчас чуть-чуть руками так застопорил. Ищи, ищи, перекладину, держись. Ты же мужчина. Ещё раз эту сделал, продев. Вот тут я слышу и голос из народа, все болеют, поддерживают его. Вообще, конечно, в многоборье мужском это пройти шесть снарядов, стоять вот так хотя бы, но с ошибочкой. Я хочу продолжить свою мысль. Пройти шестиборье, так называемое. Это, они абсолютно все разные. На прыжках надо показать прыгучесть, такое свое собственное качество. Прыгучесть плюс, конечно, виртуозность, координацию. На кольцах надо показать не силу, а силищи. На канимахе нужно показать вообще совершенно другие начальные какие-то возможности свои. Опять же, и координации, и лёгкости, то-сё, да. Ну, на вольных-то должен был почти артистом балета, но сразу тут ещё прибавить акробатику. А на перекладине-то, это, по-моему, самый зрелищный сонят у мужчин. Это тут надо так полетать. Вот образцом Лёшку Немова назовём, и вот все равняться по нему. Ну, хорошо, получается, что сейчас хороший многоборец, это вообще человек на вес золота. Потому что сочетать все эти, на первый взгляд, несочетаемые качества, это нужно, сколько нужно тренироваться, во-первых. Да, самому лично, да. А вот раньше, мы с вами уже говорили на эту тему, раньше выступать многоборье, это считалось как бы обязанностью для любого гимнаста. Обязательно, и даже никто не имел дальше продолжить соревнования или войти, как сегодня, на финал по отдельным видам. Невозможно, если ты не пройдёшь всё шестиборье или у девочек четырёхборье. Но, видите, вот в этом плане Международная Федерация пошла на такой резкий поворот и облегчила так ситуацию. Ну, это понятно, почему она пошла, потому что... Девятый, простите, Николай, получил у нас Харахордин, девять и две десятых. Это заявка. И он, естественно, да, он, естественно, лидер и заявка, ну, по меньшей мере на медаль, по меньшей. Ну, понятно, что сейчас, чтобы привлечь как можно больше стран, Международная Федерация Гимнастики, она и облегчает... Чем-то облегчает это требование, да. Есть возможность просто гимнасту выступать на одном снаряде, стать олимпийским чемпионом, и он получает ту же золотую медаль, как и за победу в многоборье. Абсолютно такого же качества, такого же премиального соотношения, как и многоборное. А, честно сказать, это все-таки разные вещи. Да не то слово. Это у нас работает... Это Дмитрий Парамонов. Да, Дмитрий Парамонов из Приболожского края. То есть, да-да. Вот почему так хочется, либо, может быть, как-то так уж по моей судьбе гимнастической я проходила с релью по верхней гимнастике, и в роли гимнастки, и в роли тренера сборной команды, и в роли судьи на всех этих самых страшных стартах, да. И у меня остается мерка вот того уровня. Поэтому я иногда замалкиваю и думаю, нет, там, с тем-то или с тем-то ничего не сделаем. А как хочется, потому что я патриот своей гимнастики. И знаю, что у нас есть резервы, великолепные резервы тренерские, которые, конечно, как бы знают, как это сделать. Но чего не хватает? Вот не могу, не могу вот ответить на этот вопрос. Чего не хватает? Почему, например, вот потенциальный хороший мальчик-гимнаст доходит до уровня зрелого мастера, либо теряется, либо что-то другое не удерживается? Ну, это, может быть, вы имеете в виду такую чемпионскую стабильность, да? Да, чемпионский уровень, вот такой тот максимальный. Или не хватает вот этой вот злости, лидерские качества, ведь тоже не каждому присуще. Я хочу сказать, что, ну, во все времена есть, например, вот Хоркина, но она просто не позволяла себе проигрывать, да. А есть, вот, мне кажется, как Аня Павлова, которая, ну, и подумаешь, ну, и не получилось. То есть вот гимнасты такие, как Хоркина, как Немов, они для себя, кроме первого места, вообще другого... Другого не мыслят и не видят. Уже если пошли вперед, да, то и давайте держаться на этом уровне. А другие располагают данными, возможностями, но как-то соглашаются. Вот есть и таковой характер. Ну что ж, а тем временем Сергей Харахордин в одном шаге от победы на перекладине и единственный, последний участник Андрей Лиховицкий. Теоретически может совершить сейчас маленькое чудо. Ну, да. И стать победителем. Но это, скорее всего, только теоретически. А, кстати, Сергей Харахордин, единственный пока из всех гимнастов и на чемпионате, и на кубке на перекладине, показал результат выше 9 баллов. Так, ну, это, да, заявка. Опа! Ох ты, близко. Он отлетел здорово, но приблизился очень к самому грифу от перекладины. Конечно, как бы опасно. Мы сидим в такой плоскости, что я все вижу. Так, ну, здесь успокойся, успокойся. Вот этот коварный прошел момент. Так, на одной руке. Так он красиво хотел это изобразить. Можно еще более отчаянно. Так, ну и соскок. Клавин, да? Так, значит, у нас 9-3. Это высшее у Харахордина 9-2, да? 9-2. Ну, что ж, посмотрим, чего они ему поставят. Эти добрые судьи, которых должно подняться настроение, так как они уже все это закончили. Осталось для них выставить только одну оценку. Да, завершается это замечательное соревнование, чемпионат России, Кубок России, которые в течение трех дней проходили в столичном спортомплексе Олимпийский. И мы увидели с вами и опытных уже гимнастов и гимнасток, ну и в первую очередь, конечно, нас интересовала молодая смена. И я думаю, что многие гимнасты, гимнастки которых мы сегодня с вами увидели, запомнятся вам. Многих мы увидим уже и на чемпионате Европы в Венгрии, и на чемпионате мира в Австралии. Это два важнейших соревнования года. Хотелось бы сказать, в общем, так, что поклонники гимнастики резервы есть, силы есть, самые главные таланты, тренеры, все у нас есть, и будем ждать с вами успехов. Да, вот второй участник, который набрал больше девяти баллов, это Андрей Лиховицкий, 9,1. И этот результат приносит ему серебряную медаль в соревнованиях на перекладине. Сергей Харахордин побеждает, а бронзовым призером становится Дмитрий Парамонов. Ну и мы на этом завершаем нашу трансляцию. С вами были заслуженный мастер спорта, двукратная олимпийская чемпионка Лидия Иванова и Николай Попов. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова